Здравствуйте! В эфире «Экономика» – программа, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. Сегодня в выпуске. Банки избавляются от токсичных кредитов. За год портфель просроченных займов похудел больше, чем на треть. Сергей оштрафовал водителей на миллиард с четвертью, но есть и положительные моменты. И наш уже ставший постоянный обзор курса американской валюты. На каком уровне будут торговаться пара тинге-доллар? Об этих и других темах экономики в ближайшие 10 минут. Ягульна Рожендагулова. Начнем. Судный портфель банка второго уровня страны становится менее токсичным. За год неработающих кредитов стало меньше на 37%. Об этом сообщает Финпром КЗ. На конец сентября 2018 года уровень кредитов казахстанских банков с просрочкой платежей свыше 90 дней составил 8,52%, что в денежном эквиваленте равно 1 триллиону 100 миллиардам тинге. Для сравнения, годом ранее было 12,75% и 1 триллион 800 миллиардов тинге соответственно. Примечательно, что судный портфель и NPL плюс 90 отрицательно коррелируют. Так, в сентябре 2016 судный портфель банков вырос на 7,9%, но объем NPL плюс 90 сократился при этом на 7,5%. А уже в том же месяце следующего года судник БВУ сократился на 10,2%, в то время как для NPL плюс 90 наблюдался рост на значительный 45,6%. Общая сумма, поступившая в государственный бюджет с помощью системы фото- и видеофиксации Тергек, составила 1 миллиард 270 миллионов тинге, передает официальный сайт Акимата Астаны. По сообщению источника, данный проект снизил количество дорожно-транспортных происшествий на 16%, травм в результате ДТП на 22%, смертность на 54%. Напомним, что договор государственно-частного партнерства о реализации проекта создания и эксплуатации аппаратно-программного комплекса фото-видеофиксации и видеоаналитики в городе Астане заключен в августе 2017 года. Проект реализуют через механизм ГЧП, и это первый по республике договор в сфере информационных технологий и безопасности. Отметим, информационная система «Сергек» – полностью отечественной разработки с привлечением ученых Назарбаев университета, в основу которой заложена технология нейронных сетей машинного обучения. Результат от реализации проекта ГЧП – повышение качества мониторинга потока дорожного движения, а также пополнение местного бюджета за счет административных штрафов. Октябрь для национальной валюты стал менее волатильным, чем сентябрь. Самый минимум и максимум доллара были зафиксированы в первые семь дней месяца. После спада и резкого подъема американец постепенно сдавал свои позиции. А вот что готовит 11-й месяц года на валютном рынке страны, мы спросили экспертов. Ноябрь, несмотря на заметное похолодание в мире, осень, как-никак обещает быть довольно жарким на геополитической арене. Уже в начале месяца Соединенные Штаты Америки наверняка ведут санкции в отношении Ирана, в результате чего возможно резкое сокращение поставок нефти на мировой рынок. И, как следствие, рост цен на энергоносители. Если, конечно, в дело не вмешается Саудовская Аравия, которая уже пообещала штатам нивелировать отсутствие иранского черного золота увеличением собственной добычи. Однако пока не ясно, сможет ли Риад быстро нарастить необходимый уровень добычи нефти. При этом опрошенные нами эксперты уверены в том, что рынок черного золота некоторое время будет лихорадить, что непосредственно скажется на курсе образования тенге по отношению к доллару. Как пояснил нам эксперт Асанс Адвокасов, резких скачков в ближайшие 30 дней ожидать не стоит, так как финрегулятор будет пристально наблюдать за валютным рынком страны. Учитывая то, что до конца года осталось два месяца, я не ожидаю значительного движения в ту или иную сторону по валютной паре доллар США-казахстанской тенге. Все хотят закончить год на положительной ноте, поэтому я уверен, что даже если такое движение случится, Национальный банк нивелирует данное движение. Я считаю, что курс будет торговаться в боковом тренде, но с широким диапазоном. Нижняя граница 360 тенге за доллар, верхняя граница 375 тенге за доллар. Широкий диапазон обусловлен тем, что на него будет влиять один из главных факторов – это геополитика. В ноябре в фокусе будут события из Соединенных Штатов Америки. Итак, аналитик говорит о коридоре в 367-375 тенге за доллар. Приблизительно в этих же границах видит курс образования еще один эксперт. В целом очень тяжело прогнозировать динамику курса тенге в будущем, но в целом я считаю, что в ноябре месяца значительных колебаний курса тенге не будет, так как цена на нефть, в принципе, остается на прежних уровнях, и никакие внешние факторы на цене на нефть не должны сказываться. Также мы видим, что США заявили о том, что они не будут вводить новых санкций в отношении Российской Федерации, что, безусловно, благоприятно скажется на курсе рубля. А как мы знаем, тенге очень сильно коррелирует с рублем, так как Россия является очень большим торговым партнером Казахстана. Казахстана. Чингис Доулитбаев видит курс доллара в пределах 360-370 тенге. При этом выделяет еще один фактор, который будет способствовать стабилизации национальной валюты. Совсем недавно Национальный банк повысил базовую ставку на 25% пункта до 9,25, что, по мнению эксперта, скажется на укреплении тенге к доллару. Аналитик Айдар Калиаскар более осторожен в прогнозах и называет коридор в 350-380 тенге за одного американца. Такую волатильность объясняет ожиданиями экспертов вводом санкций Вашингтона в отношении Москвы и, как следствие, девальвации российского рубля. Неопределенность и на рынке нефти также вызывает много вопросов у эксперта. Ну, точно, конечно, никто никогда не скажет. Можно только сказать приблизительные данные на базе того, что мы имеем на текущий момент. Но мои прогнозы сохраняются с того, что будет повышение цены доллара. Связано это с тем, что нефть марки Brent довольно-таки сильно упала. Буквально недавно было пару факторов. Это касательно того, что американское агентство, АПИ, они предоставили данные о том, что количество баррелей нефти в запасах именно в США начало увеличиваться. И также количество действующих буровых установок, это от агентства Baker Hughes, тоже увеличилось и достигло своего максимума, начиная как раз с 2015 года. То есть достигло такого значения. Ну и на базе этого всего, если же как раз-таки производство увеличивается, то есть предложение увеличивается, то, соответственно, цена должна падать. Неопределенность на нефтяном рынке, как и геополитическая, будет играть основную роль на курсе образования тенге по отношению к доллару. При развитии одного сценария будет укрепление национальной валюты. При развитии другого возможен обратный эффект. В целом же ноябрь будет полон на события, как регионального, так и мирового масштаба, исход которых пока никто не берется предугадать. А потому аналитики отмечали, что в данном случае очень тяжело делать прогнозы по курсу тенге к североамериканской валюте. Это была «Экономика». Программа, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. У меня все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова